программа из глубины типа все можешь еще хлопнуть даже не знаю как тебя представить наверное надо представлять тебя как бизнесмена уже да вот но весь твой бизнес путь начался все равно с какого-то распиздейство в группе колеса соответственно представься андрюх как тебе виднее что ты представился вот и расскажи пожалуйста основные этапы развития то есть чего это появилось когда с чего и с кем привет урбахой меня зовут андрей фильм лидера группа колеса ну и немножко бизнесмен сеть пивотек 465 москве один из моих одноклассников бренчал постоянно гитаре было у них модная панк-группа анклав называлась тогда помню да и короче говоря мы частенько ходили друг другу в гости я зашел к нему у него старший брат егор махоркин он занимался тем что но на компе сводил там какие-то звуки музыки там и так далее записывал все я заинтересовался вот этим всем гри слушай горда и вот дидисочек погонять там кучу музыкальных программ прихожу начал тестировать было программкой sound club там можно было сэмплики расставить получалось музычка я зову крахмалу беру крахмалом соседнем подъезде жил в одном доме мир антон приходи у нас будет группа сейчас мы будем делать панк-рок он говорит давай ну и короче говоря он пришел я там накидал какую-то музычку там сочинил какие-то слова ну и как бы понеслось поехала начали сочинять песенки это какой год это наверное двухтысячный примерно 2000 а жили вы видимо в бусиного как-то мой район нормально да гетто даже классный район мой район естественно собственно оттуда же когда все ну хорошо вот вы собрались а что тянуло то на такое творчество там же вот насколько я помню всю эту движуху гельминты какашки там что за какашечный рок расскажи почему вас туда тянуло то я даже не знаю мне кажется чем-то связано может быть с нашими увлечениями подробнее можно вот в этом вопросе на самом деле мы любили очень дикую группу гражданской обороны и горлетова ходили на все концерты там с 98 наверно года начали посещать мероприятие их старались не пропускать не но выступление в москве ходили на концерт слушали все альбомы и и горы кроме гражданской обороны есть был проект коммунизм и была куча таких вообще психотерических непонятных каких-то вещей там и в том числе и про какашки там ну короче говоря и песни иван говно вдала как бы себе знать да в общем что только не было откуда бралось это внутри я не знаю что на это повлияло да есть многие вещи которые непонятно откуда в человеке берутся а я могу догадаться видимо потому что антоха был спортивным журналистом а говна в этом виде деятельности хватает вполне возможно у него спросить это обстановление группы колеса наверное я все равно параллельно отслеживал потому что у нас с вами была одна выпускающая компания назывался антирок рекордс да были классные ребята вот расскажи как как вы вообще с ними начали сотрудничать и что они для вас дали потому что на мой взгляд антирок рекордс в то время это было наверное первая честная рекорд компания выпускающий лейбл и они очень многим помогли то есть благодаря им как раз группы и вылазили потому что на какой-то мейджер лейбл тебя бы наверное ну скорее всего не взяли сказали чувак как бы там с простой сторонке а здесь они хватались за какой-то underground и помогали многим группам выйти покури пока согласен раз как короче говоря антирок рекордс до были такие ребята прикольные они непонятно откуда появились мне кажется это все связи антона крахмала мы ходили на все концерт которые только можно было сходить там два-три раза в неделю что-то посещали и как водится в те времена мы естественно были накиданы всяким разным алкоголем и концу концерта я вообще не понимаю как человек мог запоминать порядок выступлений там какие песни кто отыграл там как отреагировала публика на это все еще с кем-то познакомиться запомнить как кого зовут я приходил потом на концерт кто-то метил руку привет да мы там виделись ну да наверное и дальше в угар вот крахмала человек который но полностью все откуда-то помнил видимо журналист систематизировал да 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 журналистского работа сказывается потому что все это как-то нужно упорядочивать интервью брать и так далее так вот все это помогало нам знакомиться с людьми обрастать знакомствами и соответственно вот ребят с антирок рекордс тоже на каком-то из концертов мы познакомились не помню даже где вот было здесь крахмал он сказал был это было бы так 23 до 1854 да 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 все было бы именно так короче говоря познакомились может быть даже это был какой-то из наших концертов мы накидали кучу песен и выпустились у них но с помощью и их издали диск красный такой как сейчас помню запихали кучу mp3 шик на другую сторону просто как сидя аудио формат обычный он запихали кучу всего туда и тиражом каким-то небольшим его издали даже он продавался по-моему на каком-то крупном магазине типа озон рутом или что такое уже не помню мало того что спустя кучу лет после этой истории у меня где-то все альбом эти проебались и я пошел в интернет на зон ру собственно и показался там три диска до чтобы они для памяти остались у меня же тоже где-то диск лежит надо тоже я кстати когда ехал я думаю сейчас возьму автограф возьму на память оказался не к ну и что это дало вам то есть вот на этапе развития вот вы появились как колеса выпустили диск уже официально это дало какой-то новый толчок творчеству или ни на что не повлияло на мой взгляд это ни на что не повлияло и на что на мой взгляд это не повлияло потому что творчество оно было как-то не связано с тем какой диск вышел или не вышел диск ну то есть приперло тебя ты там что-то сочинил какие-то песни репетиции они как бы само собой шли-шли-шли-шли а все что было параллельно то есть диски какие-то выходы альбомов они просто накопилось надо выпустить там о антирок классно через них выпустим не антирок но как бы сами там на mp3 закатаем еще что-то вот ты горишь репетиции а вас же было на два человека и компьютерный звук то есть как вы репетировали дома просто сидели в микрофон орали что-то под музыку не конечно когда только все начиналось у нас было двое человека компьютерный звук и все песни они так и писались но чтобы выступать нужно нужен был состав музыкантов там бас барабаны две гитары в какой момент вы к этому пришли что он почти сразу сразу практически да вот крахмал учился еще в мгу на журфаке и мы тогда решили как что у нас будет группа у нас первый концерт состоялся как раз по моему в конце в конце года какого двухтысячного по моему или 2001 или 2000 хуй поймешь уже декабре короче говоря какого-то из этих двух годов двухтысячных по моему чтобы выступить нам нужны были люди чтобы сыграть всю эту музыку которую мы на компе насочиняли где нашли вот первый человек бас гитариста подписался это одногруппник крахмала это марселла человек погоняло марселла сейчас его зовут дмитрий дятлов на всех который тоже спортивный журналист до диман обязательно те скину это видео я думаю чё ты такой фанат колес и футболку увидел оказывается ты есть марселл это как человек с порно погонял великий марселлу ну вот и крахмал горит у нас то типа группа с филем намутилась мы как бы нам нужны музыканты марселлит я буду играть на бас-гитаре а ты умеешь этого нет я не умею сейчас куплю себе бас-гитары буду на ней играть и он пошел купил бас-гитару себе и начал на ней играть вот нас появился бас-гитарист потом мы ходили на концерт отличный панк-грок группы колхоз ильича которая недавно возродилась кстати сейчас у них выступления происходит альбом какой-то записали батон короче говоря играет такой полностью полностью блондин очень колоритный персонаж мы сходили на выступление группа колхоз ильича познакомились там казбана с батоном с остальными парнями и вот каким-то образом батоном мы пригласили к нам на эту да и он как бы стал играть на два фронта там здесь ну как это всегда практикуется в группах все люди играют там друг у друга времена до соответственно от марселла это бас-батон на гитаре играл на барабанах мы нашли я уже не помню откуда взялся барабанщик короче искали мы барабанщика на прослушивание там приглашали даже у нас по моему на прослушивание на прослушивание кто-то у нас был из известных нынче музыкантов не помню блять у меня в памяти плохо возможно это был поручик из группы король и шут нет нет точно не он что-то связано вот с приключениями электроников с тараканами а че андрюха прочитает историю что как это у нас все было а вот так лёха уралов экс-барабанщик группы праздник я знаю уралов он дохера где играл вот у нас поиграл в репетиции один раз и все нахуй уралов играл еще в какой-то хардкор группе блять нормально как бы норман бейтсон играл то не видишь мы рассуждаем с человеком на тему того пиздат и лёха уралов или не пиздат и хуралов ну все равно там тогда все же между собой как-то общались и поэтому вполне могло быть что да на чувак сыграл горит вы ебануты и ушел стал играть группы колеса одна репетиция сам он ебануты как выяснилось ну короче все ебануты на самом деле ну вот хорошо играли 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 но в какой-то же момент перестали играть что случилось не знаю и когда это случилось самое интересное то что история то умалчивает как бы история умалчивает потому что у всех начали появляться какие-то дела все начали устраиваться на какие-то работы потом уже появляются всякие там тёлки какие-то походы в кино устраивать поездки куда-то там и так далее появляются серьезные работы все сложнее и сложнее отходишь потихонечку от творчества у кого-то получается оставаться в этом всю жизнь этому посвящать да и развиваться и расти именно в этом направлении а кто-то забивает на это как на просто ну какой-то опыт молодости опыт взросления и переходит на другие ступеньки там другие уровни не знаю в другие вселенные у нас что произошло мне кажется последний концерт нас был в 2000 кажется блять опять я забыл забываю с группа инфекция мы играли в клубе план b на этой новослободской короче говоря у инфекции вышел трибют и мы на трибюте на этом тоже поучаствовали своей песней смысле их песни перепели близнецы творчество группа инфекция начинайка борзова не дико прет али юпта прошу прощения с кин и психиатрическая больница у моего мужа белая горячка дети перезвоню через пять минут что да я не это самое сейчас попробую написать давай ну и вот смотри последний концерт у вас был с группой инфекция до в 2009 году как выяснилось а как вы тут так сели потом сказали слушай ну и нахуй я вот буду заниматься своими делами то своими давай перестанем музыкой заниматься ты знаешь как-то после очередной репетиции у нас во первых репетиции как-то начали редко назначаться да там все на них проебывались опаздывали нагнеталась какая-то атмосфера в коллективе дмитрий дятлов марсела очень серьезный такой а он не любит когда опаздывают всякой хуйни да и чуть-чуть скажешь и вот еще атмосфера как в коллективе у нас играл очень долгое время пух из этой какая же там группу группа дом как раз у него было раньше потом еще какие-то проекты если честно я особо не в курсе он играл на гитаре и они с батоном любили там позапилить кинцелики там барабанщик еще включался и они рубили всякие импровизацию вот а марсел к блять и заебали мы сюда репетировать песни пришли ли чё за хуйня давайте блять материал учить да вы заебали я сказал стоп тихо хватит играть саня блять саня поехали домой чувакам хочется как бы ну что-то такое выплеснуть вот марсел блять все должно быть отсюда и до суда блять пришли учить вот эту песню значит вот эту песню выдрочить надо короче вот такое все время происходило и если раньше это все начиналось как бы по фану ты приходишь на репетицию те кайфово блять попеть поиграть пара то трезвый то пьяный то потом как бы уже едешь через не могу да да потому что надо блять вот эта рутина ну как бы блять начало все засасывать и плюс когда ты едешь но в рутину петь песни про говно и саньо то это вдвойне как-то даже блять чё за хуйня какой-то я занимаюсь может быть блять не стоит уже может не моё все-таки ну да и видимо самое первое нашел смело себе в этом признаться антон крахмал который сказал блять чуваки короче вновь пизду вот я видимо сливаюсь и больше на репетиции не приду потому что ну как бы пора взрослеть и прекращать заниматься этой хуетой петь про говно и в общем надо что-то делать другое мы с ним когда работали на россии 2 еще на телеканале ну как-то знаешь состоял тусовочка там пивко пьет там редактора вот эти все и играю антоха колеса я понятно все до марсела соответственно как бы кто не знает он же тоже журналист с россии 2 был сейчас на матч-тв он спасти марсела не мог удержаться пусть от тебя теперь заебывает тем что ты в группе колеса играешь вот ну и жизнь я так понимаю что дальше пошла в гору у тебя появилась пивотека расскажи почему ну с пивом ты решил заняться и как то есть ты же тогда занимался я так понял что давно и крафт это было в новинку да у тебя же крафтовое все там а как ты на это вышел почему может быть какой-то любимый сорт своего я но расскажешь да я знает как это произошло просто когда была группа колеса и когда я работал параллельно в корпоративных продажах во всяких банках вот у меня немножечко чаш весов она выравнивалась да потому что с одной стороны я ебашил в корпоративной среде там с галстуком и с костюмами а с другой стороны пил про говна вот и был на полст на другой стороне в общем настолько разные эти были две жизни что они себя дополняли как и не я не все складывалось пазл было прикольно потом когда группа колеса закончилась мне чего-то не хватает начала что ли как будто я задыхался собственной жизни и с каждым годом в банке рост карьерный шел и шел а психологически становился труднее и тяжелее вот не помогали уже там путешествие бухание там еще что-то такое ну как бы неинтересно было послал все нахуй уволился продал недвижимость расстался с телкой короче все нахуй остался просто один поехал в индию и и просветлил блять можно и так сказать короче говоря может быть переклинило меня там еще как-то как раз на волне все это крафта революции мне сказали такое место здесь духовность просветление супер я все бросил взял путевку на две недели и чё где духовность где просветление вот вернулся обратно и понял что что-то делать как раз накануне завертелась эта история там появился москве небезызвестный бар все твои друзья с сашим малиевым во главе вот с малиевым на полежаевском этом в соседних домах приблизительно жили там постоянно строительские тусовки у меня в основном вписывались кита музыканты вечно они там занимались раньше бригадным подрядом теме думали из крахмала вот постоянно приезжали какие-то вписки бухания концерты но почему такая вечеринка вот на этом фоне мы с малиевым познакомились закрешились и я проникся этой идеей крафтового бухла до крафтового бара но вообще вот это все атмосферы так прикольно все это получилось малиев как раз вот эту историю предложил сделать а вы совместно или он просто тебе подсказал начинали как совместно да то есть планировали все это вместе замутить но потом он ушел в другой проект сказал что ему не до этого типа и есть куча своего головняка вот пришлось как-то самому брать блять все это в свои руки и нихуя не знаю не понимаю начать что-то делать сделали и вот как бы пошло-поехало начали на молодежной кинотеатре брест все это дело мутить потом нас оттуда выгнали и пока мы там находились полгода да там ну просто всех нахуй оттуда выгнали не но я помню он же закрытый как бы кинотеатр ну да до сих пор законсервированный с пятнадцатого года с апреля мы туда въехали кстати вот 2 апреля будет три года пивотеки будет грандиозное мероприятие на мы приглашены да надо приходить специально я записал это на видео пару моих корешей попросили что-то похожее открыть мы помогли но с условием что не возьмут наше название у нас будет типа сеть в общем у нас получилась такая сеть потом каким-то образом завертела закрутилась еще кореша появились нет кореша крешей это гости гости приходят со всеми знакомишься общаешься и от каждого человека берешь что-то интересное что-то тебе советуют рассказывают и сейчас где пивотека находится в смысле сейчас ну вот сейчас твоя где находится на молодежной так твоя на молодежной такой ну через дорогу грубо говоря рядом с метро улице ярцевской дом 32 вот прям рядом с метро выходишь и она там ярцевская 32 ярцевская 32 ярцевская 32 короче говоря один из наших постоянных гостей на молодежке тоже кстати журналист из известного всем ресурса рбк не знаю можно называть его фамилии имя конечно можно нельзя за бака да денис пузырёв спасибо тебе респект такой фамилии можно вообще вам из пивотики не вылазить не он крутой чувак пишет очень интересные статьи и короче говоря надо просто взять и читать то что он делает его статьи на рбк очень крутые я кстати вот обязательно своим коллегам порекомендовал узнать взять у меня интервью потому что они хотели написать как раз про крафтовое пиво которое разрасталось да тут далеко ходить не надо вот есть пивотек вот есть я пришли журналисты зарбок по его рекомендации и взяли интервью который потом опубликовали соответственно там мы говорили о франшизах о том что планируем развиваться именно таким образом и на следующий день после выхода статьи тебе до обрывался значит телефон со звонками франшиза 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 как бы хули делать надо продавать как на хули сейчас разберемся начали продавать франшизы с каждой с каждой новой точкой мы поняли что у нас увеличивается увеличивается опыт компетенции возрастают в общем сейчас в статус ху с ним статусом короче говоря на текущий момент уже 13 точек открыто 12 точек 13 сейчас открывается рядом с метро цска хадынское поле и короче говоря в доме лайнер тот который прям напротив выход из метро а здесь где-нибудь в текстилях ничего нет текстилях пока нет так что ждем всех коней на открытие будем болеть я сам конь поэтому очень рад то что наконец-то мы открылись рядом с нашим метро который называется так как оно должно называться там будет огромное заведение ну как огромное относительно всех наших у нас везде там 20 30 40 метров если будут скидочки я тебя обязательно притащу обязательно будут скидочки обязательно парни я я выбил я вы я вот я прям вам скину это видео после монтажа и мы обязательно пойдем филю до откроется где-то в конце мая примерно на стоящую строим он в общем все будет круто я чтобы ты понимал я не пью ну как как это как говорил кирпич знаешь на зоне всегда пригодится ну тогда бери еще спасибо не надо возьми и возьми кость чёт слушай вот ты как человек ну всегда же идут споры там вот есть люди которые занимаются барами говорят там весь скрафт ваш говно блять вот петь и лондон прайс это все дела ты как человек который на этом уже собаку съел что сейчас крафтом происходит отмирает не не отмирает нарастает нарастает да как плесень твой личный любимый сорт крафта и лишь у меня нет любимого лично сорта крафты фирмы потому что я кстати с 1 января этого года тоже не пью подзавязал потому что вот здесь крафт но не только крафт вообще просто бухло чего и всем рекомендую на самом деле хотя должен наоборот пейте пиво приходить в пивотеку нет лучше не бухать но если что бухаешь если то приходи на улице ярцевская 32 да потому что но крафтовое пиво она позволяет людям выбрать между вкусами на вкусов огромное количество обычное пиво классическое стандартное как-то лондон прайс который мы привыкли она предлагает на выбрать между брендами по сути то что пиво внутри бутылки она мало чем отличается по вкусу когда ты берешь там пять бутылок разных ставишь производителя на стол то ты просто выбираешь из-за названия из-за той рекламы который ты слышал прокачаем тусу дома там принципе да но я у меня был самый удачный момент я помню из и запомнил навсегда свое любимое пиво если вдруг ты захочешь узнать мое мнение на шабаловской опять же где располагалась наша любимая россия 2 есть такой пивной магазинчик и я как-то захожу думаю не знаю что взять но вроде пиво обычную неохота думаю возьму какой-то крафт смотрю бутылки стоят и самая уебищная этикетка черно-белая блять так ощущение что на матричном принтере напечатано белая этикетка с черным шрифтом да что за херня такой взял просто на отъебись две бутылки причем помню они стоят рублей по 200 даже вот ну что тогда как бы дорого для обычного алкаша да ну как бы хочется все равно счет я взял и я домой приехал сижу пью и понимаю что мне так нравится я тогда впервые познакомился с сортом и по вот начал потом постепенно разбираться вот это там коэффициент горечь и проще лабуда именно столько понравилось я вот этот салденса больше нигде не видел кроме как вот на той точке на шабаловской сейчас но они расширяются это же тульская по-моему какая-то тульская пивоварня денис сальников и такие они прям крутые извиняюсь за рекламу конечно же но это прям я с тех пор я считал любую любое крафтовая пивнуха которая имеет салденс статусный и пиздатый и вот и по я пил всегда то есть и по я любил вот и даже пиво мы свое собственное выпускали когда она была именно сорта и по вот у тебя как такового сорта нет любимого как такового сорта любимого нет все от настроения зависит потому что если холодно и хочется согреться ты можешь взять какой-нибудь имперский стаут крепенькая 13 там градусное пивко 033 попить посмаковать а если это лето и жара ну какой на хрен имперский стал ты будешь выбирать среди каких-нибудь кисляков или гизешек что-нибудь такое кисло солененькая с какими-нибудь персичками что-нибудь такой легенькая а есть у вас в пивотеке такая история как например знаешь как эти прийти попробовать да вот как эти вот прийти попробовать нет но все что не в бутылке все что не нужно открывать а все что разливное все сорта можно попробовать да просто по чуть-чуть дайте да дайте попробовать конечно попробуем да вкусно беру нет не вкусно не беру так можно бесплатно а что-нибудь типа охоты крепко если вот так вот осталось вообще чем есть есть охота крепкой дайте нам дайте нам дайте нам лекарства мы хотим мы хотим мы хотим лечиться может не будем всех приглашать как бы на открытием крепкие сорта есть но охота крепкой по сути это такое наверное правильно сказать доппель бог да то есть немецкие светлые сорта пива если крепко нам бог от это доппель бог это вообще супер крепко ну как раз в районе 9 градусов то есть по сути крепкий лагер до 9 градусная то есть охота крепко на именно к таким сортам относится но судя по ценнику из чего его делают непонятно потому что все сорта пива которые стоят там не знаю по 50 60 там рублей за бутылку учитывая какая идет массированная реклама сколько маркетологов там трудится то есть стоимость самого напитка который внутри не превышает на мой взгляд там 15 20 рублей что внутри налито а из натуральных ингредиентов там из практически ничего рисованного иностранного какой-нибудь хмеля из немецкого солда это сделать нельзя то есть это делается за счет каких-то ну как вот есть сок свежевыжатый да там стопроцентной отжима а есть там восстановленные там из порошковых каких-то вещей и так далее на курином помете в общем сделано но не знаю на каком помете это сделано ну короче говоря это из чего-то делается читаешь пиво написано состав хмели продукты то есть не хмели хмели продукты что такое блять ну хоть поймешь что это здоровье вредно не факт что вредно я не буду говорить вредно это или полезно но это нихуя не вкусно на мой взгляд то есть если ты хочешь что-то вкусненькое оно должно быть качественно из натуральных ингредиентов вот недавно чуваки сварили пиво калина-малина там 250 200 килограммов калины и 50 килограмм малины либо наоборот я не помню пропорция вот и все это на тонну пива то представляешь сколько это будет стоить блять тонна пива есть 200 килограмм малины еще 200 малина сколько купить стоит и 50 килограмм калины и все это еще хмели туда закидать и солода и все это дело сварить и не дай бог испортится мать его да да не дай бог спориться короче очень классно можно сделать и вкусно будет слушай ну вот мы с тобой обо всем поговорили хотелось бы конечно антоху еще пригласить но я думаю что в другой раз когда в питер поедем запишем с ним что-нибудь чисто теоретически какой-то reunion группа колеса возможен если честно я грежу этим потому что но все время все откладываю на потом да есть куча приоритетных задач и как бы заниматься на отъебись группы не хочется все жду какого-то момента когда количество свободного времени увеличится что я смогу посвящать его себе каком-то хобби с удовольствием бы возобновил бы творческую деятельность к деятельность да не знаю правда в каком формате потому что но мне кажется что крахмал например не не полезет снова группа колес скажет ему нахуй не нужно вот без крахмала не знаю будет ли это называться группой колеса или это будет там не знаю возьми марселла и окунись в атмосферу и марселла кстати не против насколько я помню там батон тоже не против я думаю пух будет не против там барабанщик наш один из самых крутых артем олив брянский живет артем привет в брянске вообще крутые люди бля он безумный барабанщик это просто пиздец у него там это я не разбираюсь особо в металлических стилях музыки да но когда там кардан две бочки кардан тарелок я не знаю сколько у него там лишь штук 20 нахуй разных вот так подвисит ну то есть там пиздец достаточно просто повесить уже не факт чтобы ты по этому по всему попадешь для его до всему попадает то есть он просто как безумец он бьет вообще в разные стороны и он короче говоря он именно фанат быстро-быстрые игры на кучу разных барабанов пропал еще за тут вконтакте буквально но там за год-два назад вдруг нашелся объявился там мы периодически переписываемся но все-таки соцсети делают да так что в принципе всех можно собрать обратно есть крахмал присоединиться будет вообще хуена нет не присоединится но но извини антоха блять без тебя восхождение к олимпу будет но надо делать конечно надо не знаю когда год-два-три-пять но когда-то это произойдет в ком-то короче без сцены умираю вот здесь вот все хочу выйти слушай но мы тебе желаем только процветания во всем надеемся что увидим групп колес а ты нас по свою очередь позовешь хорошо договорились спасибо пока зик программа из глубины программа из в